Большинство тополей, растущих на улицах Твери, были посажены в советское время. После войны нужно было вернуть зелень в города, и тополь оказался лучшим вариантом. Он быстро растет и, к тому же, лучше очищает воздух от газов, выбрасываемых промышленными предприятиями и транспортом. Но есть неприятный побочный эффект. Каждый май и июнь улицы покрываются пухом. Биологи говорят, что в обилии пуха стоит винить не все тополя, а только женские особи. В советское время это знали и высаживали в основном мужские деревья. Сейчас за этим так уже не следят. Кроме того, тополя обладают уникальной особенностью. Они могут изменять пол. Особенно в условиях неправильной обрезки, которую в Твери, как утверждают эксперты, проводят постоянно. Показано, что обрезанные мужские деревья очень быстро превращаются в женские деревья. Поэтому обрезку надо делать в основном женских деревьев. Если грамотно сделать обрезку женского дерева, то примерно, примерно около пяти лет пуха от него не будет. Неграмотная обрезка – это лишь одна из причин того, почему в этом году пуха в Твери больше, чем за последние несколько лет. Второе – погодные условия. Резкая смена температур – это стресс для растений, и они стремятся оставить большое потомство. Это защитная реакция любого живого организма. Удивительно, но то, что тополиный пух вызывает сильную аллергию – заблуждение. Ему просто не повезло с соседями, а растениями, цветущими в то же самое время. Непосредственно сам тополиный пух, у него достаточно крупные волоски, они не вызывают поленозы, они не вызывают аллергические реакции. А вызывают аллергическую реакцию, в первую очередь, та пыльца, в первую очередь, от злаковых растений. Сейчас, например, цветет ежа сборная, овсяница, мятлик, которая попадает на пух и таким образом транспортируется. Медики также отмечают, что аллергия непосредственно на пух встречается крайне редко. А вот цветущие в каждом дворе в это время растения и являются настоящей причиной проблем, знакомых каждому аллергику. Такое заболевание называется поленоз. В основе него держат аллергические реакции на цветение растений, на пыльцу. Сейчас идет активный период, скоро он начнет спадать, через недельку-две, пациентам станет ногами полегче. Вызывает он такие достаточно грозные заболевания, как аллергический ренит, аллергический конъюнктивит, паранхиальная астма и ряд других. Но кроме переноса пыльцы на пухи, к тополям есть и другие вопросы. С одной стороны, эти деревья легкие города, но с другой, древесина у них рыхлая. И выросшие деревья часто падают, роняют огромные ветви, словом, представляют собой опасность. Решать эту проблему нужно комплексно. Но в МОП «Зеленстрой», например, не знают, сколько всего тополей в городе. А программа замены их другими породами деревьев, о которой говорили уже несколько лет, в жизнь воплощаться только начинает. Проводится обследование деревьев, аварийно-опасные, они убираются. А те, которые не представляют опасности, но выросли уже в больших размерах, их обрезают. Вот постепенно-постепенно тополя будут заменяться другими деревьями – липами, кленами, астролистами, вязами. Сами по себе тополя не виноваты ни в чем и, возможно, не заслуживают полного уничтожения. Необдуманные действия людей приводят к тому, что деревья становятся проблемой. И это не единственный растительный пример. В самом центре города победоносно господствует ядовитый борщевик. Тоже результат человеческой деятельности, вышедшей из-под контроля. Но это уже совсем другая история. Катерина Рыжова, Виталий Осипов, Антон Шишкин, ТВ Тверь.